Всем привет! С вами человек похожий на Дэвида Теннента и человек похожий на человека, который делает для вас новости по настольным играм Егор и Юра в проекте Кнедиа Хорошо Сегодня у нас будет для вас необычный немножко выпуск Мы с Егоровичем решили запустить серию топов в которых будет топ 5 игр и одна игра которая прям не достойна попасть ни в один топ Мы будем делать его по отдельным классификациям настольных игр, атмосферные игры тематические игры, данженкроллеры там что угодно И если вы хотите увидеть какой-то конкретный топ напишите нам в комментариях, но не забудьте поставить лайк внизу Сегодня у нас будет Сегодня у нас будет дым застилать камеру из-под этого стула потому что мы будем обсуждать жанр данженкроллеров Это огромнейший в мире хейтер данженкроллеров Все так, я даже сейчас расскажу почему я не люблю данженкроллеров У меня маленькая лекция здесь приготовлена Давай начнем С заметками, да, да, да Значит Если вдруг Если вдруг вы читали нашу статью на портале гигмедиа про разные виды фана которые бывают в настольных играх А если не читали, то Юра прицепит к этому видео ссылочку и можно будет нажать и прочитать В общем, один из ведущих геймдизайнеров и теоретиков геймдизайна выявил 8 видов фана которые бывают в настольных играх Их понятно, что бывает больше 8 но он предложил вот такую более-менее приличную классификацию И из этих видов фана в данженкроллерах Под фаном, для тех кто как бы У нас как выяснилось Многоязычное влияние Наше видео популярно среди разных типов аудитории не только гиков Несмотря на то, что мы называем гигмедиа Под фаном, поиметь в виду удовольствие и веселье, получаемое от игры В процессе потраченного на игру времени вы получаете определенное впечатление и опыт Да, есть опять же разные школы мыслей насчет фана Некоторые люди считают, что фан это игра с нулевой суммой И если ты получаешь весь фан А никто больше фана не получает То вот это фаны есть Но знаешь, в классификации Марка Леблона Есть 8 видов фана И вот из них я выделил 3 Которые точно подходят под жанр данженкроллеров Первый это нарратив Если в игре есть какая-то история Какой-то сюжет И вы вместе двигаетесь по этому сюжету Или вместе рассказываете историю Даже если какого-то долгого сюжета нет То это фан Это то, что я люблю больше всего Да, да, это то, что ты любишь Это то, что все на самом деле любят Это интересно Это те, кому не хватает сказок из детства И вот получение информации из книг Потому что сейчас читают мало Да это всем на самом деле это нравится Потому что те, кто даже читают Они из книг и вот этот вот вид фана ловят Второй вид фана это дискавери Да, значит, если вы когда-нибудь играли в данженкроллер Или в какую-нибудь компьютерную ролевую игру Там всегда интересно открывать новые локации Открывать сундуки, новые предметы Развивать персонажа, встречать новых персонажей В общем, когда мы находим что-то новое, это круто Изведывание неизвестного Исследование неизвестного, да Третий вид фана это фантазия Да, это примерно то же самое, что нарратив Только без вот этой вот временной составляющей Да, типа, мой маг стоит на мосту Стучит посохом И вражеский огненный демон падает в ледяную бездну Не пройдешь! Да-да-да, я заслуженный пожарник по волшке Вот сейчас ты будешь пожарником у нас Вот три ключевых составляющих, которые есть в данженкроллере Да, есть еще другие виды фана Которые немножко относятся к этому жанру В частности, челлендж, про это я сейчас поговорю Челленджа... Ну, челлендж, понятно, да Мы играем, как правило, против коробки Да, и наша задача коробку победить И есть один вид фана, который отсутствует в жанре данженкроллеров Как класс вообще, несмотря на все потуги геймдизайнеров Это самовыражение Вот, сейчас про это поговорим Как это? А вот сейчас поговорим Давай, хорошо, хорошо Так вот, значит Самовыражение через ветерок Через ветерок Через... я прям даже не знаю, что Через расходуемые предметы В общем, вопрос такой Нужны ли хорошему нарративу механики? Потому что по-хорошему, чтобы сесть и рассказать историю Тебе настольная игра не нужна Фактически, да Да, вот мы садимся, начинаем рассказывать анекдоты Шел медведь по лесу, видит машина, горит Сел в машину и сгорел Да, вот вам нарратив Всем весело, всем хорошо Нужна ли для этого настольная игра? Но в этом нарративе нет игры В этом нарративе нет игр... Отлично! А ты прям за меня вот готовишь, да? В настольной игре нужна игра Потому что эти коробки, на них написано Настольная игра Базово говоря, нужна вовлеченность сидящих за столом В процесс Да, да, да Но это можно и с анекдотами делать, понимаешь? А вот если на коробке написано настольная игра То люди ждут, что там будет игра Что там будет какая-то механическая составляющая Вот И в нарративных системах Да, в ролевых играх В настольных В словесных ролевых играх В полевых ролевых играх Да, там нарратив по сути без механик Да, там есть какие-то базовые ограничения Ну, вот на всей этой полке, в принципе Да, да, да Вот тут целая полка с настольными ролевыми играми Там какие-то базовые рамки Которые задают то, что можно и то, чего нельзя Просто для того, чтобы никто не получал фан По принципу, что фан это игра с нулевой суммой Да, ну просто надо ограничить чувака Ну и нужна какая-то система определения вероятности Да, да, да И вот вероятностная система, чтобы были сюрпризы Да Но в настольной игре нужны механики Нужна жесткая система, которая достаточно простая Чтобы в ней можно было быстро разобраться И достаточно сложная, чтобы она поддерживала сложный нарратив И вот здесь вот проблема самая главная Потому что не получается у дизайнеров совместить одно с другим Да, потому что если мы делаем простые правила В которых можно за 20 минут разобраться То, очевидно, там не будет свободы действий Которая нужна для богатого нарратива Да, то есть если есть механика обломать мост Она будет в рамках какой-то базовой механики Если ты хочешь, не знаю, залезть на дерево То у тебя в Dungeon Crawler, скорее всего, ты бросишь один кубик и залезешь на дерево А может ты вообще не сможешь залезть Или просто тратишь на это действие Да, или просто тратишь на это действие Или вообще не можешь залезть на дерево В отличие от ролевой игры, да? Как на контрасте в настольной ролевой Как можно залезть на дерево Или, там, достать котенка с дерева Можно срубить дерево Можно разбежаться, забежать на дерево Можно скастовать заклинания и взлететь Можно приманить котенка едой Да, вот этого всего не будет в Dungeon Crawler Потому что там нету таких механик, которые это поддерживают. Но это не механик, у тебя просто нету возможности включить всё это в рамках одной маленькой коробки. Конечно, конечно. Это так же, как, например, взять компьютерную игру, и у тебя может быть придумано миллион вариантов, как тебе решить задачку, но тебе эта задачка, тем способом, который ты придумал, не может быть решена в рамках компьютерной игры. Просто потому что тебе один диск раньше, дискета до этого, не позволит разгуляться всей фантазией. Да, совершенно верно. Это раз. Второе. В этой игре должен быть баланс. Что бы ты ни делал, как бы ты ни выполнял внутриигровые действия, это должно быть сбалансировано относительно других игровых действий, относительно того, что делает коробка. И вот в этом моменте, когда тебе нужно балансировать возможности с механиками, возникает огромный пробел в том, что называется тематика. Что такое тематика? Это когда твои внутриигровые действия отражаются на фантазии. То есть, механически я кинул кубик, а в игре произошло что-то максимально интересное. И все игроки прекрасно понимают, что я такое придумал, по-своему это представил. Совершенно верно. Да. А проблема в том, что вот на том моменте, где мы балансируем механику с, собственно, нарративом, пропадает тематика. Потому что ты, если начинаешь смотреть на эту игру как на систему, тебе перестает нравиться бросать один и тот же кубик каждый раз. То есть, у тебя в настольной ролевой игре есть возможность описать свои действия, а мастер тебе скажет, получилось или нет, и ты кинешь кубик. Да, но там кубик вторичен. А здесь кубик первичен. Потому что здесь нет мастера, и у тебя в игре в самой написано, кинь кубик. Если ты кинул кубик, у тебя получилось. Понимаешь, чем я? Есть, например, варианты таких игр, которые, в том числе без мастера или тем же самым мастером, которые тебе дают различные ветки. То есть, например, взять то же самое Mansions of Madness, в котором сейчас вышла вторая редакция, и он тебе дает достаточно большую систему выбора. Да, проблема в том, что ты все равно кидаешь кубик. Ну да. И то, что ты делаешь в свой ход, оно ограничивается вот этим броском кубика. Есть игры, которые пытаются эту проблему решить. Например, Perdition's Mouth. Например, Кланг, который на БГГ зачем-то записали в Dungeon Crawler. Но, в принципе, это тематический Dungeon Crawler. Ну, да. Притянут он удар. Да, да, притянут. То есть, они пытаются к нарративу пристегнуть настольную игру сбоку. То есть, там либо менеджмент очков действий, менеджмент ромделя или дегбилдинг, которые вроде как расширяют твою возможность действий и добавляют смысла в твои решения, которые ты принимаешь. Ответь на вопрос сразу. Ты, наверное, очень не любил всякие компьютерные RPG типа Baldur's Gate, Icewind Devil и так далее. Слушай, я в какой-то момент перестал в них играть, потому что они стали одинаковые для меня. А вот я так любил всю эту тему и, видимо, до сих пор мне её не хватает, потому что больше не делаю таких игр. Я вот поиграл недавно в Tales of Numenera и она по сравнению со старыми, конечно, прям... Divinity, Original Sin. Divinity мне тоже вообще не понравилась. Не понравилась? Нет. Потому что там как раз забавно, да? Потому что у тебя есть базовые механики телепортации взаимодействия с NPC и очень много неожиданных событий того, как ты... Ну, просто они по сравнению со старым темой Тормандом, который я считаю верхом творения игр компьютерных в этой тематике, они достаточно банальны. Но, тем не менее, всё равно я получаю от них огромное удовольствие. Просто потому что я прекрасно себя... То есть вот ты сравниваешь их с ролевыми играми Dungeon Crawler, я же сравниваю их скорее с компьютерными играми, которые мне дают возможность перенести вот этот вот компьютерный опыт Dungeon Crawler, компьютерного конкретно, на стол. И поиграть в него не по сетке, а сидя на столе, раскладывая компоненты и живые фигурки двигая по... Ну, на столе. Здесь другая проблема. Компьютерный медиум, он лучше поддерживает разнообразие и тематичность. Потому что, ну, во-первых, ты на экране видишь, что происходит, да, и там нет вот этого базового действия, которое ты совершаешь в настольной игре. Перемешай колоду, достань случайную карточку. Вот Fallout очень хорошо это делает. Он очень хорошо компьютерные механики переносит в бумажный медиум. Да, есть такое. С квестами со своими. Да, когда ты можешь один и тот же квест встретить, если ты его провалил ещё раз случайным образом. В зависимости от того, как ты его закончил, получить следующий. Да, получить следующий. Вот там вот это очень хорошо реализовано, но очень много мучений с картонными карточками. И когда пытаются вот эту компьютерную движуху перенести в картон, то игры разрастаются. Ну, я как раз в этом чувствую определённый кайф. Потому что компьютерные игры я некоторое время назад перестал играть. И играют только некоторые серии линейки. А вот именно на столе я получаю прямо от этого огромное довольствие. Потому что вот передо мной данжет, мы его проходим. Есть он с мастером или без мастера. Это как бы для меня всегда интересно. Потому что опять же, как ты сказал, все три вида фана, которые ты назвал, я реально получаю в Dungeon Crawler. Да, всё так. А ты просто видишь в них несовершенство. Да, я вижу в них косяки. И про компьютерные ты очень хорошо сказал. Потому что настольные Dungeon Crawler это на самом деле MMORPG. Да. То есть это не докомпьютерные RPG. Это мини-рейд. Да, это мини-рейд, совершенно верно. Или мини-эксплоринг, мини-фарминг. Вот ещё будем с тобой отдельно говорить про остаться в живых. Это прям MMORPG, какая она есть. Ну, вообще. И про челлендж ещё я хочу поговорить. Шестой челлендж. Мы хотим решить сложную задачу. Проблема в том, что в рамках механики, которую нам предоставляют Dungeon Crawler, эти задачи примитивные. Ну, они довольно простые. Ну, пойди возьми, пойди убей, пойди зайди. Пойди вот туда и там брось кубик. Ну, совсем утрируя. И здесь нету элементов взаимодействия на самом деле. Да, то есть даже если вы все делаете что-то своё, всё равно задача будет более-менее решена. Если эта игра жёсткая с очень плотным балансом, то если вы не делаете все одно и то же, если вы не договариваетесь об одном и том же, то вы проигрываете коробки. Здесь сразу вылезает альфа-ачество и манчкинизм. Ну, то есть если сравнивать, то есть в настольных играх такое понятие, как выиграть ролевую игру. Естественно. Вот ты очень любишь так делать. Сделай рогу Файтера Кенсая. Да-да-да, совершенно верно. Сделай своего воина с плюс 20 к атаке, который никогда не промахивается, у которого очень много здоровья, и он просто решает все проблемы броском кубика тем же самым. Да, и вот это очень сильно поощряется в Dungeon Crawler. И получается так, что за счёт рандома на карточках и на кубиках, потому что это единственная механика, которую бумажный медиум нам предоставляет, что один игрок или два игрока из всей компании, они разрастаются и начинают принимать все важные решения. А остальные игроки остаются статистами, и что бы они ни делали, это не важно. Да, у меня вот регулярно возникает ситуация, когда один из игроков, чаще всего я, конечно, не понимает, что ему делать, и на самом деле всё равно, что он сделает в свой ход, потому что, ну, неважно. Вот. Ты сейчас сказал очень крутую штуку. Давай. Ни одной игры из моего списка нет с этой проблемой. Окей, окей, ещё обсудим. Собственно, это короткая лекция про особенности геймдизайна жанра Dungeon Crawler. И то, как они обидели Егора и кубаков в душе. Совершенно верно. То, как они меня оскорбляют до глубины души с точки зрения игромеханической. Давай я сделаю ещё одно небольшое введение. У нас просто были комментарии от наших пользователей на YouTube о том, как вы можете рассказать про самые лучшие игры. Никто никогда не скажет вам, какая игра самая лучшая. Те игры, про которые мы говорим, это только наше конкретное мнение. Оно не претендует на истину. Это те игры, которые нам нравятся больше всего или нам не нравятся больше всего. Просто почему? Мы имеем возможность рассказать вам о них. Мы играем в огромное количество игр каждый год. Мы пишем про них. Мы обсуждаем их друг с другом, с гиками, с игровыми дизайнерами и авторами настольных игр, а также с создателями. И поэтому мы можем дать вам какое-то более-менее осознанное мнение по этому поводу. Это не мнение игрока, который поиграл 50 игр и расскажет вам про то, во что вам нужно играть и как это хорошо сделать. Это мнение людей, которые имеют большой опыт настольных игр и уже, скажем так, научились воспринимать игры немножко по-другому. Я вот про опыт еще скажу. Всегда привожу в пример объем рынка настольных игр. Каждый год около трех тысяч, даже больше коробок выпускается. Если среднестатистический игрок очень упоротый, который очень много играет, ну вот как мы примерно, да, раз в неделю в три игры, да, это сто... Два раза в неделю в три игры, да, это сто пятьдесят, триста игр в год, да, ну больше просто физически не получается. Есть люди, которые там пятьсот игр в год играют, потому что они играют очень много коробок. Или занимаются этим профессионально. Да, или занимаются этим профессионально. Это все равно маленькая доля рынка настольных игр. Не бывает экспертов по настольным играм. Ну, просто не бывает, потому что нет человека, который попробовал их все. Да и даже, в принципе, весь этот рейтинг БДД, как бы, я бы не сказал, что он объективен в какой-то части. Да, он показывает предпочтение большого количества игроков, но вы можете взять игру из первой тройки, и она вам не понравится. Поэтому никогда не слушайте то, что вам говорят люди. Все топы, которые есть, они дают вам идею и возможность понять, на какую игру стоит обратить внимание и столь попробовать. Попробуйте сами и сделайте свое мнение. Итак, топ пять данженкроллеров от нас, который начнется с того, что мы расскажем про самый плохой данженкроллер. Самый плохой даже у меня есть чемпион. Все данженкроллеры, да? Нет, нет, нет. Я хороший нашел тех, которые я бы, может быть, сыграл еще раз и, может быть, даже с удовольствием. Давай твою сторону. Топ дно. Fireteam Zero. Это игра, которая так много обещала, потому что это прекрасное комиксовое оформление, великолепный сеттинг. Сеттингом просто бомбический. Да, да, да. Вторая мировая. Какие-то лавкрафтовские ужасы ползут из секретной нацистской лаборатории, естественно. И там история же в чем? В том, что в наш мир начали проникать различные сущности и они потихоньку разрастаются, поглощая людей и их страхи, грехи и так далее. И чем дольше эта тварь находится на земле, тем больше она будет разрастаться. И вот есть специальная организация, которая выяснила, что если эта тварь проживет 7 недель или что-то типа того, то она разрастется и станет такой мощной, что ее нельзя будет победить никогда. И есть специальная команда, которая называется Fireteam Zero, которая занимается истреблением этих тварей. Да, там совершенно потрясающая архетипичная команда. Да, там грубый сержант, веселый подрывник, девушка-снайпер, циничный доктор. Фигурки, кстати, неплохие. Да, фигурки неплохие, продакшн отличный, отличный. Диск лежит в коробке с музыкой. Даже так, я про музыку не знал. И вот на том моменте, где надо было прикрутить механики к этому прекрасному нарративу, традиционно разработчики не смогли. Потому что там есть такая интересная механика. В конце каждого хода все монстры, которые есть в инстансе, в нашем конкретном рейде, они появляются на поле. И ты такой смотришь, а зачем я это делаю? Зачем я убиваю вот этих монстров, если они все равно сейчас воскреснут? Может быть, нужно их не убивать, но если их не убивать, я не смогу пройти дальше, потому что я не могу пройти через монстров. А если их убить, они возникнут на моем пути снова, и я не смогу пройти все равно. Но это олицетворяет то, что ты идешь, и на тебя постоянно прут толпа монстров. Сколько бы ты их не побеждал, они все равно появляются. Я понимаю, но это плохо реализовано. То есть, механика орд и волн монстров, которые на тебя прут, она опять же из компьютерных игр пришла. Это все игры жанра Tower Defense, например, и я не знаю ни одного успешного порта Tower Defense в картонный медиум. Да, настолько, ну, если бесишь не вспоминать, который тоже достаточно слабенький. Ну вот, в том-то и дело. Да, просто медиум не выдерживает. Нельзя придумать такую механику, которая не превращала бы это в бесконечное перекладывание фигурок и жетончиков. А в этом случае все очень компактно реализовано, но ты ресурсы тратишь, а монстры не кончаются. Ты что-то делаешь, а монстры не кончаются. И возникает вопрос, а зачем я играю? А играю ли я вообще? Да, потому что игра, если обращаться опять же к классическим определениям, да, это череда осознанных решений, которые прикольно принимать, от которых ты ловишь фан. Где здесь осознанные решения, которые влекут за собой какие-то последствия, потому что последствия ты не видишь на поле. А тебе нужно дойти из точки А в точку Б, и ты можешь ничего не делать по дороге. Ну да. Нет, есть такой момент. Мне в этой игре понравилась одна механика вот именно с картами поддержки. То, что в начале хода каждый игрок может сказать, что я использую поддержку, которая поможет всем, но в этот ход я не добираю карты, а карты являются так же вашими жизнями. Вот мне, кстати, тоже понравилась тема, что карты это ваши жизни. И то, что ты карту можешь двояко применять каждый раз. Ну то есть там есть интересные механики. Я, конечно, не дизайнер, но доработка этой игры могла бы сделать в ней реально очень классную игру. Может быть будет когда-нибудь 2.0 и можно будет в неё поиграть. Может быть, да. Но будем надеяться, что издатели посмотрят наш ТОП. Самый плохой должен кроллер от Егора это Fireteam Zero. У меня от моих сегодня игр, которые у меня здесь написано, Егора, скорее всего, реально будет бомбить, потому что самый плохой должен кроллер... А, вот так ещё есть один момент. Я выбирал самый плохой должен кроллеров из хороших должен кроллеров, скажем так. То есть из тех, которые можно играть и в принципе получить от этого какое-то удовольствие. То есть есть огромный пласт игр этой тематики, в которой просто невозможно играть. То есть даже я, как большой фанат этого жанра, не могу бы заставить себя сесть в неё второй раз. Вот в эту игру я сиделся несколько раз, и из тех игр, за которые я готов сесть несколько раз, и может быть даже я в неё бы сидел ещё, это самый плохой. И это игра, в которой you die. Ага, ага. Это Dark Souls. Это портация компьютерной игры Dark Souls в настольную. И в этой игре, ну, неплохие минки, достаточно хорошего литья, неплохой картон, дикий Under Production, потому что всё в них сделано хорошо, миниатюры, поля, картоны и так далее. Но очень отстойные жетоны и очень невзрачные карты и невзрачные сами по себе поля. И самая большая бомбёжка от этой игры у меня в том, что ты играешь в неё два часа тупо на то, чтобы зачистить подземелье. Просто ты ничего за это не получаешь, ты можешь умереть в любой момент просто от маленького рандома. Два часа ты делаешь однообразные вещи, в каждой комнате, из комнаты в комнату доходишь, 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 бьёшь однотипных монстров, чтобы прийти к боссу, и вот здесь у тебя будет интересная 15 минут игры. То есть ты играешь два с половиной часа в игру, из которых ты там 15 минут делаешь всякие действия, которые не особо сказываются на игре, два часа тупо в подземелье, и потом у тебя интересная схватка с боссом. И вот из-за этого заставляет тебя второй раз за игру как бы подумать, стоит садиться или нет. Так вот, очень-очень хорошо это перекликается с тем, что мы обсуждали, потому что Dark Souls это порт компьютерной игры, и дизайнеры пытались передать ощущения от компьютерной игры. Только в компьютерной игре там меньше рандома и больше навыков, потому что ты нарабатываешь, запоминаешь, как ведут себя монстры, запоминаешь какие кнопки в какой момент, в какой последовательности нажимать. Где они находятся? Где они находятся, да. Здесь, в принципе, это передано. Да, потому что у тебя одни и те же монстры в каждой комнате, и тебе надо зачистить эту комнату раз пять, чтобы прокачаться достаточно, чтобы убить босса. И это тоже есть в компьютерной игре. И вот это хороший пример того, как пытались засунуть компьютерную игру в картон, и получилось не очень. А вот, что самое плохое для меня было в этой игре. То, что у вас есть возможность либо прокачиваться, либо покупать предметы за очки опыта, скажем, которые получать на монстрах. И прокачиваться очень долго, и муторно, и нудно. Но при этом гораздо лучше и проще найти для себя какой-то полезный предмет. Но в такой колоде найти предмет, который подойдет вам, вашему классу и, в принципе, вашему персонажу по вашим навыкам, очень тяжело. Мы когда играли в нее, по-моему, то ли второй, то ли третий раз, мы достали 15 предметов из колоды, которые не подошли никому. Да, было такое. Подряд. Да, здесь очень плохой баланс в этой игре, действительно, потому что, ну, по сути, вся динамика сводится к тому, что мы находим один крутой предмет, который подходит одному из партий, и просто весь опыт вливаем в этого человека партии. Да, и дальше он нас паровозит, и мы просто занимаемся тем, что пытаемся не умереть, потому что, если там один из персонажей умирает, то мы умираем все. Да. И вот мы заходим в босса, и пытаемся не умереть. А потом босс случайно прибежал в того, кого... Да, а потом босс случайно прибегает в слабого, убивает его за один удар, и поиграно. Вот. У ребят, да, большие проблемы с балансом, ну, потому что это сложный проект, в первую очередь из-за лицензии, из-за необходимости все одобрять. И не самый опытный издатель, который, по-моему, это была их первая именно настольная игра. У них был отличный скирмеш Guild Ball, который все хвалят. Он прям навороченный, сложный, турнирный. Говорят, отличная игра, не пробовал. Но вот эти ребята сделали сейчас карточную игру про Dark Souls, и говорят, она огонь. Да, я тоже читал только положительные отзывы про карточную игру. А еще они сделали настольный Resident Evil, настольный Horizon Zero Dawn. Такие же, да, как Dark Souls. Скорее всего, такие же, как Dark Souls. В общем, да, это тот случай, когда идеи все неплохие в этой игре, но реализация подкачала. Просто недосчитали, условно говоря. Самый плохой, неплохой даункроллер от Юры – это Dark Souls. Итак, пятое место. Пятое место. Давай, я скажу. Я думаю, что это все-таки будет «Manchions of Madness» вторая редакция. Достойненько. Да, просто за счет нарративной составляющей. Ну, мы поняли, что геймплей и челленджа от игры этого жанра ждать не нужно. Но в «Manchions of Madness» за счет того, что там есть приложение, за счет того, что это приложение дедуктивно считает и определяет, кто какие действия сделал. Очень забавная механика там, потому что она угадывает, какие предметы у какого члена партии, кто куда пошел, ну, в продвинутых сценариях. И предлагает большое разнообразие именно сюжетных поворотов именно за счет приложения. Ну, эта игра вот в первой редакции была хороша, но ее убивала вот эта вот необходимость «Мигмастера», который огромнейшее количество времени тратил на подготовку к игре, на вычитывание сценариев, на раскладывание всех жетонов в нужном последовательности. И я помню, как несколько партий просто обламывались из-за того, что он одну штуку положил не туда, и получалось так, что ты запер ключ с той дверью, которая, соответственно, этот ключ отпирает. Ну, приложение решает эту проблему, да, но остается базовая механика. Пойди туда, кинь там один кубик и смотри, что получилось, тебе приложение расскажет. То есть, вот именно игры, где ты принимаешь решения и от них что-то зависит, ну, наверное, там не очень. Просто, может быть, этому приложению не обязательно нужна настольная составляющая. Может быть, да. Можно было все внести в него и было бы гораздо динамичнее. И была бы отличная компьютерная игра, получился бы компьютерный квест. Но игра неплохая, ее очень любят и многие хвалят. Я играл в первую и вторую акцию, ну, плюс это Lovecraft, как бы, почему нет. Да, для фанатов Fantasy Flight Games, для фанатов Lovecraft, мини-чек из Ктулху Мефаса в представлении. У нее куча дополнений, разные сюжеты, очень, ну, хорошая игра. И всего лишь на пятом месте, кстати. Для того, чтобы сохранить интригу и сразу никто не смог догадаться, что у меня на первом месте, я не включал Кромешную тьму в свой топ-5 игр, потому что она уже попала, как наш другой топ. На пятом месте у меня будет игра, которая практически неизвестна российскому рынку. Я хорошо знаю ее автора, и мне она понравилась тем, что в ней нарратива как раз вот прям вот не вот так, а вот так. В ней 200 карт, колода, только рандомных событий. Поэтому у тебя рандомные события с одной стороны карты положительные, с другой стороны отрицательные. В зависимости от триггеров, которые у тебя на поле происходят, ты тянешь либо положительные события, либо отрицательные события. У каждого события два или три разных исхода в зависимости от того, что ты выберешь или как ты бросишь кубик. Причем не все события абсолютно требуют борца кубика. То есть иногда где-то ты просто должен сделать. Например, ты встретился, там смотришь, лежит мумия. У мумии во лбу красный камень. Не надо ничего бросать, ты достанешь камень, уйдешь или попробуешь сжечь мумию. И в зависимости от этого у тебя разные исходы. Плюс при этом это игра сценарная. Каждый сценарий разный, в базовой коробке их по-моему 10. И там все начиная от того, что ты спускаешься в пирамиду, до того, что ты пытаешься побороть пророка Ктулху. Игра называется Secrets of the Lost Tomb. Сделал ее Крис Батарлис и компания Everything Epic. Фишка в следующем. В Бермудском треугольнике раз в определенное количество лет всплывает пирамида. И в ней появляется древнее зло, которое разрушит наш мир, если его не остановить. Есть специальная организация, которая занимается тем, что отправляет людей в эту пирамиду, чтобы побороть древнее зло. Надо зарубки ставить на словах специальной организации и древнее зло. И каждый раз никто не знает, какое конкретно зло будет. Например, мы играли в первый сценарий. Это был фараон с синими глазами, который должен был пробудиться и уничтожить весь мир. Во втором сценарии это пророк Ктулху как раз. Там где-то есть инопланетяне и так далее. И в ней много exploration, потому что дальше выкладывается постепенно. В ней есть и рандомные элементы, и есть элементы, которые тебе предусматривают по сценарию. В частности, например, заходя на определенные клетки, у тебя происходят триггеры. И она двигается по сюжету, в том числе различными триггерами. То есть есть триггеры, которые обычно не двигают твой сюжет, а есть триггеры, которые будут тебя продвигать по сюжету. То есть, например, там проснулись дети фараона, проснулась жена фараона, проснулся сфинкс и потом проснулся фараон. И вот к этому моменту, если вы не успели набрать нужные предметы, которые необходимы для убийства фараона, вы с ним тупо не справитесь, потому что он реально очень сильный. Вот. Игра отличная, много нарратива, то есть там под каждый сценарий две страницы для того, что у вас происходит по триггерам. Плюс куча этих карточек, которые рандомны для каждого момента. Карточки написаны таким классным образом, что они тебе подойдут под sci-fi, под научную фантастику, или под фэнтези, или под современность. То есть там достаточно базовые события, которые с тобой происходят. И они могли произойти с тобой в египетской пирамиде или на подводной лодке пришельцев, на чем угодно. Игра очень хорошая, достать достаточно трудно, понравится любителям нарратива. Партии достаточно длинные, баланса в ней не так много, но она вот именно хороша тем, что она вас поглощает в сюжет. И час раскладывается. Нет, раскладывается она, кстати, очень быстро, потому что ты раскладываешь там всего лишь четыре колоды. Кладёшь прям вот так вот, да? А потом еще хватит? Нет, а потом кладёшь три тайла, а все остальные тебе открываются отдельно. Secrets of the Lost Tomb. От меня пятое место. Пятое место. Давай я скажу, что моё четвёртое место будет с Кмон. И я две одинаковых игры сюда запишу. Я про них уже говорил в наших предновогодних топах. Это Smoke, Rise of Moloch и The Others, Seven Sents. Для тех, кто не смотрел. Для тех, кто не смотрел, да. Это одинаковые игры. Игры с оверлордом обязательно, в которых часть игроков становится командой и членами специальной организации, которые призваны бороться со злом. А второй, значит, второй участник становится этим злом. Очень простенькие, очень шахматные, очень атмосферные геймплеи. Там, по сути, пойди брось кубик, посчитай клеточки, убей монстра. Все это очень сочно происходит. В Семи грехах дикий рандом, потому что там взрываются кубы. То есть там с одного кубика можно добросить еще десять, если ты умеешь хорошо кидать шестерки. И это прикольно. По-своему, на любителя. То есть есть люди, у которых... Мне нравится бросать шестерки. Я не жду от этой игры какой-то глубокой стратегии. Там все супер линейно, все понятно, что делать. Можно делать все, что угодно. Пошел, зарезал монстра, получил лут, получил экспу, остановил вторжение великого зла. Красивые минички, красивый продакшн, забавные механики и что еще надо. Я бы сказал, что в играх такого типа фан, про который мы говорили, строится на противостоянии. О том, что самого опытного игрока обычно сажают как раз мастером игры или оверлордом или главным злодеем, а все остальные пытаются победить его как раз как самого опытного игрока. Да, но проблема такой игры в том, что она скорее дуэльная. Она идеально играется, когда у вас два игрока. Один играет за злодея и монстров, второй за всю команду добрых. А когда у вас партия против оверлорда, то каждый член партии делает, соответственно, в N раз меньше, чем оверлорд. Но тогда оверлорд получает еще возможность направлять их в те стороны. Типа, ребята, да вот пойдите туда, там правильно будет, там вы заберете все что-то. Да, это есть такое. А мне страшно от автоматов. Мне очень нравится вот как раз в семи грехах, да, если игроки не могут договориться, то злодеи решают за них. Это гениально прописано в правилах, очень круто. Есть вот такая проблема, когда фана не хватает тем, кто играет за хорошего, да, на всех. Просто потому, что они меньше действий делают. Это немножко балансируется механически, но все равно злом играть всегда интереснее. Ну, банально это выражается в том, что у каждого игрока обычно одна фигурка, а у оверлорда или мастера игры их много. И он двигает их все, а игроки двигают их по одной. И надо фикситься в тех играх, в которых оверлорд получает ход небольшим количеством своих фигурок после хода каждого игрока. Да, такое бывает. Опять же, в семи грехах такое. В Смоге чуть-чуть балансируется тем, что у оверлорда постепенно появляются монстры на столе. А у добрых есть еще нейтральные полицейские в классных казах с дубинками. И есть еще возможность поуправлять полицейскими тому, кто считает, что у него ход был слишком скучный и он ничего не добился в этой жизни. В общем, Смог, Rise of Malach. Хорошие игры с хорошим продакшеном. Да. Интересные сюжетные линии. И нарративы у них особо не завезли, честно говоря. Весь нарратив там обычно сводится к вводному абзацу к миссии. Да, все правильно. Нарратива там нету, там просто какая-то фэнтези, по сути. Ну да. Вы фэнтезируете о том, как это все происходит в рамках довольно простой, но достаточно стратежной механики. Хорошая мэри трэш. Смог, Rise of Malach, Others Seven Sins. Четвертое место, Егора. Да. Итак, четвертое место от меня. Это, скажем так, целая серия игр, с которой я выделю одну. Это Dungeons & Dragons Adventures. Это коробки, которые выпускали Wizards of the Coast. Их было три, сейчас, по-моему, уже четыре или пять. Я играл в три. Лучше из которых, я считаю, это перенесенное классическое приключение подземелья драконов. Return to Castle Ravenloft. Что это такое? Не играл в эту? Нет. Помнишь эту классику, которая еще в ADND была? Да, да, да. Сейчас она и в четверке была, по-моему, в пятерке тоже сделали. Насчет пятерки не уверен. В трешке точно была, у меня была даже книжка отдельная. Это классическое приключение, в котором игрокам приходилось отправиться в замок графа Дракулы. Для того, чтобы победить его, и он не кошмарил больше деревню. Игроки начинались с подземелья, и выходили, и в конце концов добирались до самого замка Дракулы. В этой игре вы играете компанию. У каждого есть свой персонаж. И в каждой миссии вы сможете покачивать всего лишь на один уровень, переворачивая планшетик. Но он набирает себе различные предметы и так далее. Там игра сделана так, что альфа-атчизма в ней практически нет. То есть, каждый найдет себе что делать, и каждый персонаж сделан полезным. Там миньки, классические для Wizards, припендят миниатюрки вот эти. И очень интересное приключение само по себе, потому что в каких-то приключениях вырвался голем из подземелья, и вам нельзя дойти до выхода из подземелья, чтобы он вырвался в деревню и всех убил. Где-то там вы на оборотне охотитесь, выискиваете его как раз в ручобах замка и так далее. И в конце, и что понравилось очень в этой игре, мы на паре приключений всего лишь зависли, а последние проходили несколько раз, потому что никак не могли его пройти. Там очень круто сделано с графом Равенлофтом, как же его фамилия, не помню я его как его зовут. Потому что когда ты его убиваешь, он прячется в одном из гробов, и вам надо найти его в нужном гробе. И пока вы несколько раз не сыграли это приключение, вы реально не поняли, как это работает. А, то есть там какой-то алгоритм все-таки есть? Нет, он как раз, то ли карточку тянет, то ли еще что-то, и он оказывается в одном из гробов. Горобы раскладываются рандомно, и весь прикол был в том, что нам реально пришлось в последний раз расставить людей по гробам, чтобы они тупо, когда он просто был уничтожен, они могли воткнуть его осиновый колок в конце. То есть задачку решили? Задачку решили. И вот мне эта игра очень понравилась. Остальные игры этой линейки, одна там с драконом связана, другая по классике по долине ледяного ветра и по темному эльфу. И там причем можно играть за героев из темного эльфа, там за Дрис, за Мого, за Вольфгара. Все игры между собой перемешиваются, к ним есть в интернете отдельные приключения, которые замешивают тебе тайлы. Есть exploration тоже самое, потому что ты открываешь подземелье постепенно. Разные монстры, их целая куча, причем в рамках одной коробки, все фигурками. Опять же, дает мне некоторую ностальгию по Baldur's Gate и играм по вселенной Fog of the Realms. Игра отличная, рекомендую. Мое четвертое место. Все игры линейки Dungeons & Dragons Adventures, но в первую очередь Ravenloft. Да. Опять ради минничек. Даже без минничек она хороша. Ок. Третье место. Давай скажем, что это будет Massive Darkness. Просто потому что нет в этой игре ничего революционного. Кромешная тьма. Да. Кромешная тьма. Это прям вот Dungeon Crawler, выхолощенный в вакууме. Если кто-то говорит Dungeon Crawler, я сразу думаю, ага. Кромешная тьма. Даже ничего особенного. Современная классика. Современная классика. Ничего особенного про нее не сказать, потому что там все усреднено. Да, там есть персонажи с классами, там есть развитие, там есть кубики, там есть толпы монстров. Там есть некоторые минорные инновационные механики. Вот то, что Юрию очень нравится, когда монстры появляются с предметами в руках. Да, это прям здорово. И бьют нас этими предметами, а когда мы убиваем монстра, мы забираем эти предметы себе. То, что мне нравится, там очень добрая система прокачки, потому что у тебя есть планшет, и ты можешь по разным веткам развиваться. Обалденные триггеры, там система прям очень хорошая. Система триггеров забавная, когда ты выбираешь, хочешь нанести больше повреждений или дать дополнительный эффект, который позволит вам выполнить миссию. В зависимости от того, как ты прокачался. Да, совершенно верно. Как ты прокачался, можно собираться с разным оружием, с разной экипировкой. Экипировки не очень много, несмотря на то, что там миллион колод, опять же, миллион карточек. Экипировки не очень много разные, она часто повторяется. Есть какие-то базовые предметы, которые вы увидите в каждой партии. Есть специальный предмет, который вы увидите редко. У меня обычно претензия к таким играм, что там есть вот такая вот стопка крутых предметов легендарных, которые вы не увидите. И некоторые из них вы никогда не увидите. Здесь их типа семь. Да, здесь их типа семь, ну и может быть три за компанию вы увидите, или там каждому по одному достанется. Все попробовать не получится, надо будет начинать заново, а заново начинать не очень хочется, потому что это же все одно и то же. Ну ты можешь взять себе песню «Льда и хрусталя», «Хрусталя и пламени» скажи. «Хрусталя и пламени», да, или там «Слонопотам», или как его? «Хаботодон». «Хаботодон», да-да-да, совершенно верно. В общем, есть очень много дополнений, очень красивые фигурки. Эта игра не навороченная, эта игра хорошо подходит тем, кто любит простые правила, в эту игру очень хорошо втянуть новичков. В эту игру очень плохо играть с истеричками, потому что когда ты начинаешь делать что-то не то, тебе начинают предъявлять претензии, почему ты делаешь не то. А миссия все равно простая, она все равно пройдется. Там не нужен альфач и не нужны из координированных действий, вот как ты сказал в «Реверлокте», да, нужно решить задачу, нужно чтобы каждый стоял жестко на своем месте, в принципе, там можно без этого как-то выиграть и все будет хорошо. Ну там в некоторых местах тебе просто надо, чтобы все шли вперед как минимум. Да-да-да, как вариант. Сюжетка простая, древнее зло, но нет специальной организации. Вот реально нечего сказать про эту игру. Она просто хорошая. Она просто хорошая, она вот средняя по всем статьям. Не к чему придраться. Она хорошая, потому что как раз нигде не проседает. Да-да-да, не к чему придраться. Третье место от Егора «Кромежная тьма». Третье место от меня, это вот как знаешь, когда любимая вселенная получила к себе настольную игру, а потом эта игра еще и получила приложение, и не обязательно играть с мастером на нее. «Imperial Assault». Это игра, в которую ты когда-нибудь обязательно все равно поиграешь. Я играл в нее, мне не понравилось. Но это играние с приложением. Отличная игра, куча бомбических миничек. Они меня чуть покрасили, они выглядят замечательно. Интересные сюжеты, история развивающая в дальнейшем вселенную «Звездных воинов». Там можно встретить себе и классических персонажей из старой трилогии, и роботов R2D-23PO, плюс добавили персонажей из мультсериала «Повстанцы». Все очень хорошо, разные сценарии. Мне очень понравилось то, что если играть компанию, а эту игру надо играть компанию конкретно, то между компанией прокачиваются как сами герои, так еще и мастер. Он получает себе новые карты, получает новые способности для того, чтобы набить героев. Игра отлично сделана. Керри конечко прям постарался. Отлично. Что добавить? Отличные компоненты, хорошая игра, интересные сюжеты. Imperial Assault – мое третье место. Просто она по «Звездным воинам». И это тоже. У меня одна претензия к этой игре. Старая Республика теперь не канон, и мы никогда не увидим Imperial Assault по Старой Республике. Но, может быть, сделают когда-то канон. Может быть. Вот когда сделают по Старой Республике, тогда поговорим. Потому что новая Республика меня не очень привлекает. Я надеюсь, что Disney все-таки идет в этом направлении. Я люблю Старую Республику, да. Второе мое – Street Masters Rise of the Kingdom. Малоизвестная и неожиданная игра, которая как-то проскользнула под радарами на Kickstarter. Я посмотрел, увидел видосы и решил, что это тот Dungeon Crawler, в который я захочу играть, потому что она очень простая в раскладке. Каждому игроку даем колоду карт, даем ведро токенов в раскладке. Да. После раскладки, в смысле? Нет, нет. В раскладке компонентов она простая. Потому что там маленькое поле, мы поставили фигурки на… Потом перемешали 50 колод монстров, да? Потом перемешали 50 колод… Нет, там самое сложное было определить, какая колода к какому монстру, потому что в правилах они почему-то это не написали, и мы сидели, наверное, час разбирали. Так, это вот от этих, это сюда, это вот от этих, это сюда. Да, но она модульная, это классно. То есть ты берешь колоду уровня, берешь колоду монстров, их вот так кладешь на стол и играешь. Ну, колоду главного монстра, в смысле? Да, колоду главного монстра. Она нарративная, наверное, не очень. Там есть режим кампании, в котором у вас есть прокачка, и как-то сюжет развивается, есть… Ну, нарратив там приблизительно как в игре Counter на Dendy. Да, очень похоже. Так она же пытается эмулировать как раз игры жанра Beat'em Up на старых консолях. И вот это, кстати, она очень неплохо делает. Да. Там интересный карточный движок. Механически очень классно, потому что у каждого персонажа своя колода, и он по-своему работает, и они очень асимметричные. И враги также. Да, и враги также. То есть есть враги, которые… Ну, собственно, как в играх компьютерных тех самых из нашего детства. Какие-то толстые, но слабо бьют, какие-то толстые сильно бьют, какие-то тонкие… И совсем сильно бьют, да. И быстро бегают, стреляют. Боссы тоже разные, у всех своя механика. Есть боссы, которые ничего не делают, ничего не делают, заряжаются, заряжаются, потом раз – всех убил с вертухи. Есть боссы, которые, наоборот, бегают, стреляют постоянно, его фиг поймаешь. Мне понравилось. Она довольно рандомная за счет того, что там и карточный движок… И кубики, да. И жетончики, и колода событий, которые каждый ход нам что-то делает. Но это было интересно именно с механической точки зрения. С нарративной, наверное, нет. С точки зрения фантазии… Дискавери там нет, опять же. Там нет Дискавери вообще. Ну, кроме того, что ты постепенно… Как бы у тебя главный босс постепенно получает новые способности, становится все сильнее. Ну, это никакого Дискавери, да. Совершенно верно. Ну, она сама по себе хороша просто. В нее весело играть. И мне очень понравилось не то, что чтобы победить главного злодея, вам реально необходимо объединиться. Потому что один ты его, ну, никак не заколбаешь. Если я, например, хорошо бью ногами, а босс в этот момент себе наставил блоков на ногу, как бы, то надо, чтобы пришел Егор и бил его кулаками в лицо, куда он блоки не поставил себе. Все так, все так. Или выливал ему кофе и рассказывал, какой плохой жанр Данон Кролеров босс загрустил. Да. И расслабился. Что про эту игру? Она вся на фансервисе построена. На самом деле. Там все персонажи, это отсылки к классическим персонажам. Лучше похожие на тех, которые были замечены в бане, вместе с Горо, Кентаро и так далее. Да, да, да. К Мортал Комбату, к Стритфайтеру, к Контре, к той же самой, к Дабл Дрэгон. Да. Все прямо очень, очень пародийно. Там очень много игровых персонажей и боссов много разных. Это прямо здорово. Да, да. Реиграбельность в коробке очень большая. Там восемь разных уровней. К каждому прилагается свой босс, свой набор врагов. И в отличие от некоторых других игр, которые построены на фансервисе и ностальгии, там все это осмысленно. То есть ты делаешь какие-то действия и видишь, как ты продвигаешься по уровню. И там есть такой вот очень классный момент, про который мы говорили в одном из наших предыдущих видео, что когда ты что-то делаешь, что-то делаешь, и потом у тебя что-то случилось из-за этого, и ты прям получаешь такое истинное удовольствие, типа вот... Блин, я это сделал! Да, 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 я смог. Да, прям очень круто. Вот я играл каратисткой девушкой в синем разрезанном китайском платье. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. И вот она прям выстраивала себе цепочки. Там надо было карты выкладывать, которые тебе дают бонус определенный. И вот когда в определенный момент я подошел к боссу и дал ему с ноги, и у меня запустила вторая карта, типа я ему еще раз с ноги, третья карта еще с вертушки, и четвертая карта, я получил за это еще бонусов на следующий ход. Вот это прям было такое огромное удовлетворение того, что реально хорошо с вертушки отвисело. Совершенно верно. И там очень хорошо это механически реализовано. То есть, поскольку у каждого своя колода и нет вот этих вот случайных колод предметов, из которых один достает легендарный меч, а второй зубочистку, все игроки, они примерно одного уровня. И это здорово, каждый получает возможность как-то повлиять на ситуацию на поле. Это здорово. Street Masters, Rise of the Kingdom. Второе место Егора? Да, второе место Егора, большая коробка фан-сервиса. Положи на стул стальную пластину, она тебе сейчас пригодится. Ты тут где-то была? Была? Может она уже на стуле? Потому что на втором месте у меня будет находиться игра, которая, я считаю, самая разнообразная из dungeon-кроллеров. Я двойной фейс-палм сделаю. И самая интересная для компании. К сожалению, она слишком сильно языкозависимая, и поэтому у нее поиграть будет практически невозможно тем, кто не говорит на английском языке. Это игра Betrayal at House on the Hill. Или ее новая ипостась Betrayal at Baldur's Gate. Что это такое? Представьте себе, что вы группа абсолютно простых людей, или во втором месте героев фэнтези. Вы входите в особняк, и вы не знаете, что в нем происходит. Действительно. Постепенно, исследуя комнату особняка, у вас он будет раскрываться, у него второй есть этаж и подвал. Вам будут встречаться различные зловещие события. И знамения. Так вот, постепенно вы будете находить различные предметы, типа древнего копья, манускрипт, фолиант, некрономикон, что угодно, волшебный амулет и так далее. Ворон. Ворон. И в какой-то момент наступит событие Х. Отчисляется оно следующим образом. Когда у вас определенное количество карт знамений на столе лежит, вы начинаете бросать кубики. Если их количество меньше шести, вы запускаете так называемый сценарий. Всего в игре 50 сценариев, и все они разные. То, какой сценарий запустится, зависит от того, в какой комнате вы что-то нашли. В какой комнате вы нашли последние знамения конкретно. Дальше вы смотрите по табличке, вам будет сказано, какой сценарий вы играете. Его номер. Их, как я уже сказал, 50. И также там будет сказано, кто из вас становится предателем. Это могут быть все вы. То есть, каждый из вас начнет играть сам себя. Может быть, никто абсолютно. Тогда вы играете дальше против игры. Или может оказаться кто-то один. Или может оказаться кто-то один тайно. То есть, тогда каждый получит по жетончику. У одного на жетончике будет написан предатель. Никто не знает точно, кто это. И эти жетончики показывать нельзя. Но самый классический вариант. Их там больше 30 как раз таких. Когда кто-то один становится предателем. Он берет свою книжечку, уходит в другую комнату читать, что ему нужно сделать. Все остальные сидят и читают книжечку, что ему нужно сделать, чтобы помешать предателю. И это может быть абсолютно разное. То есть, предатель может быть продался инопланетянам и хочет вставить вам зонт в ухо. 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 Он, может быть, хочет вызвать демона в подвале. И для этого ему нужна кровь вашей девственницы, которая у вас в партии есть. Он, может быть, уменьшил вас. И вы стали такими маленькими. А он впустил в дом кошку, которая хочет вас сожрать. Он может начать разрушать дом. И тогда он будет убирать тайлы из дома. И если вы не успеете добежать до выхода, вы проиграли. В свою очередь, вы должны будете либо найти книгу, свечу и святую воду для того, чтобы разрушить его демонический ритуал. Найти священное копье, чтобы убить его дракона. Найти в лаборатории, построить какой-то предмет, который изгонит инопланетян. Или, если вы, например, очень маленький, вам надо найти пластиковый самолетик, залить его спиртом и вылечить через окно. Все эти сценарии очень разные. Они сильно нарративные. Каждый из них... Механически они все сводятся к броскам кубиков и передвижению по дому. Но если у вас хорошо с фантазией, каждый из них вам подарит истинное удовольствие. Ага. Значит... Давай, теперь я поговорю про эту игру. Я даже очки сниму. Да, давай. И сделаю фейспалм, да? Угу. Что происходит в этой игре? Я тебя вырежу все равно потом. Скотина. Что происходит в этой игре? Как мы помним, игра — это последовательность осознанных решений. Что вы делаете? Вы говорите, я пойду туда, не знаю куда. Там что-то происходит. Меня либо попросят бросить кубик, либо мне дадут карточку, на которой написано, что я получаю плюс один к вот такому броску кубика. Либо типа, а вот это просто красивая карточка. Мой ход закончится. И еще кругов десять будет продолжаться примерно то же самое. Да? То есть осмысленно сделать в этой игре, особенно на первом этапе, ну невозможно что-то. Ну ты просто ходишь и следишь дом. И просто ходишь и что-то происходит. От тебя не зависит вообще ничего. Ты проверяешь локацию на неясность. Делаешь проверку неясности локации, пожалуйста. Но... А зачем? Чтобы начался сценарий. Чтобы начался сценарий. Дальше. В базовой коробке пятьдесят сценариев. В дополнении еще пятьдесят. В битрейле еще пятьдесят. Значит, сто пятьдесят разных... Еще сейчас Legacy вышло. Точно, Legacy. Надо попробовать обязательно, чтобы у меня был повод гореть еще сильнее от этой серии. Пятьдесят разных сценариев с принципиально разными задачками, которые сводятся к тому, что надо пойти и бросить кубик. Ну честное слово. Да? А еще проблема, поскольку там сто пятьдесят сценариев, не учитывая Legacy, была ли у разработчиков возможность, ресурсы их все оттестировать и отбалансировать? Сто пятьдесят сценариев они делали в течение... Одиннадцати лет, по-моему. В девятом году вышла первая часть. Интересно. И все равно есть сценарии, которые не работают. Которые просто сломаны, потому что там не получается сделать как нужно. Там либо не могут выиграть добрые, либо не может выиграть предатель. Это игра, которая просто заливает вас потоками фантазии на самом деле. Потому что там все сюжеты из классических хорроров, они есть в том или ином виде. А есть какие-то новые, совершенно уникальные. Например, с кошкой прекрасно, когда все уменьшились и вам нужно завести игрушечный самолетик и улететь из этого дома в закат, пока кошка вас не съела. Это прекрасно. Но это механически реализовано, знаете как? Вам нужно пойти и бросить кубик. А на кубиках есть пустые грани. Все любят кубики с пустыми гранями. Это скучно. Мне очень нравится этот элемент неожиданности того, что вы точно не знаете, что с вами будет. Вы точно не знаете, кто станет плохишем или станет ли плохишем вообще. То, что она реально дает огромное количество вам вариаций того, какой сюжет именно конкретно будет происходить. Она дает даже больше вариантов сюжетов, чем то же самое Secret of the Lost Tomb, про который я говорил. И, как ты правильно сказал, сюжеты реально такое чувство, что специально не повторяются. Да, да. Такое ощущение складывается, это очень хорошо реализовано. Проблема в том, что первая половина игры, она каждый раз одинаковая. Да. Потому что там довольно маленькая колода предметов и знамений, и ты такой, о, копье! Я нашел копье, я теперь сильный и ловкий. Я нашел броню, я теперь крепкий. Я нашел медальон, теперь я не знаю. Это хорошо то, что на третьей игре, в принципе, у вас первая половина игры проходит за 15 минут. Да, но она уже не интересная. Но, к сожалению, необходимая. Да, к сожалению, необходимая, но можно было, я не знаю, можно было как-то по-другому это реализовать. Может быть. Да, как, не знаю, вот в Криптиде же решена эта задачка, как случайным образом расставить поле, чтобы все улики сошлись. Есть такая же. Да, а здесь полный раздрай происходит. Ну, вот, по-моему. Но, тем не менее, я очень люблю эту игру. И первую версию, и вторую версию, я, к сожалению, в дополнение, кстати, не играл к первой части. Там все то же самое. Ну, там другие сюжетики. Сюжеты же это самое главное в этой игре. Мы отыграли, по-моему, один сюжет и больше не смогли. Понятно. В мое второе место Betrayal at House on the Hill или Betrayal at Baldur's Gate. Какая вам больше нравится механика? Окей. Самое интересное. Топчик, да. Ты сейчас скажешь, что это не Dungeon Crawler, а я скажу, что это идеальный Dungeon Crawler, потому что в нем есть все. Игра не Rantfar. Это игра, в которой удалось совместить Dungeon Crawler по духу с евро по механике. Вот знаешь, ты когда сейчас сказал об этом, я даже, наверное, не буду спорить. Я потому что думал об этом как раз. Потому что там огромная нарративная составляющая, там огромная книжка с разными сценариями, и там есть события для отдельной игры, там есть события для каждого персонажа, там есть просто базовые карточки событий, как, например, в Betrayal at the House on the Hill. Просто колода событий, мы вскрыли карточку, и мы получили ресурсы, если пробросили кубик. Там колода событий есть. Да, там есть аркадный режим. А, в аркадном режиме. Да-да-да, в которых события без текста, а просто чеки. Это великолепно. Там все нарративно прописано. То есть каждое сюжетное событие — это маленький абзац текста, и к нему предлагается два варианта действий, как раз для фантазии очень хорошо, которые подробно описаны. И подробно описано то, что происходит в результате, если у тебя получилось или если не получилось. И при этом оно работает на евродвижке, и можно посадить людей, которые любят нарратив, и они будут ходить делать квесты и зачитывать то, что в книжке происходит. А можно посадить людей, которые любят стратегию, и они будут заниматься менеджментом ресурсов, оптимизацией, и будут стараться закончить эту партию быстрее и выиграть. И прекрасно. Можно же не пытаться выигрывать в эту игру. Ну, такое, да. Да, да, да. Ну, то есть можно даже совмещать, если ты и фантазер, и стратег. И в ней прекрасный продакшн, в ней прекрасный арт, в ней интересные сюжеты, в ней отличный сеттинг свой специфический от Райана Локота. Там такое фэнтезийное королевство с рыболюдьми, птицелюдьми, роботами, древними цивилизациями, котиками. И котик. А, там котик, да. Там классический приключенческий вот этот вот заход, когда ты собираешь партию и идешь с этой партией в подземелье, и каждый член партии тебе дает какие-то бонусы к проверкам. И все очень просто реализовано. Практически не бывает ситуаций, когда ты становишься имбой. То есть там нету легендарного меча, с которым ты делаешь все. Там есть легендарный меч, с которым ты только хорошо убиваешь нейтральных монстров, но при этом остальные игроки могут вообще не заниматься нейтральными монстрами. Они могут копать в шахте, могут выращивать хлеб на первой. Да, да, да. Там есть вьючные птицы и черепахи, на которых ты ездишь и возишь сокровища. И там очень легкий менеджмент ресурсов. То есть даже при моей нелюбви к стратегии и расчету, все равно у меня получается в нее неплохо играть, и у меня нету ходов, когда я ничего не делаю. Там вообще практически нет взаимодействия между игроками. Оно там, мне кажется, добавлено просто в последний момент, чтобы сказать, вот, смотрите, у нас здесь есть взаимодействие. Но только в таверне. Но только в таверне, да. Только в городе. Можно просто подраться, и за это ничего не будет. Хотя, по-моему, есть предмет, который тебе ресурсы дает, когда ты успешно подрался. Лучший данжен-кроллер не Рэндфайл. Мне в этой игре, скажем так, не хватило немножко, но с каждой стороны. С точки зрения евро игры, мне в ней не хватило комплексности. С точки зрения дажен-кроллера, мне в ней не хватило нарратива. По одной простой причине. Эту игру обязательно надо играть компании, ну, чтобы получить как раз нарративный весь вот этот элемент. Но вся проблема в том, что если ты играешь в нее с людьми, как ты обычно делаешь в настольные игры, то текст тебе зачитают два раза за полтора часа партии. В лучшем случае, если ты, в принципе, как бы двигаешься на уровне остальных игроков. Если ты немножко остаешь, тебе его зачитают один раз, а то могут они зачитать в принципе, как у нас тогда Денису не зачитали абсолютно. Ну, так он и не ходил в квестер. Да, потому что можешь не успеть просто по-нормальному походить. То есть ты вроде как занимаешься тем, что ты собрал себе народ, типа, все, пойдем-ка мы в данжик, а в этот момент все данжи уже походили. И ты сидишь такой, ну ладно, в следующий раз схожу. И нарратив этот, он, к сожалению, очень линейный там. То есть вот после того, что было и Buff and Below, где нарратив один с другой не цепляется, по, скажем так, по заточке этой игры, мне казалось, что она даст тебе прям вот какую-то такую разветвленную систему событий, которая мне, кстати, больше дал Fallout, чем она. Ну, Fallout, потому что это есть. Да. То есть здесь у тебя, скажем так, вот эти вот события, ну да, то есть пошел тут налево или направо, и дальше у тебя как бы, ну, не особо это сказывается в принципе. В любом случае, ты все равно всю пройдешь свою компанию, как бы, сюжетную за этот сценарий. Она неплохая игра, но вот в Dungeon Crawler в ней не хватает Exploration, потому что весь он тебе здесь ограничивается тем, что... И карта вся открыта. Вся карта открыта, и у тебя ты не узнаешь ничего нового, кроме того, что ты вот реально два раза за игру зачитываешь себе, то есть тебе зачитывают текст. Да, это есть, там действительно очень линейная сюжетка, она супер просто реализована, там есть ключевые события, которые происходят с твоим персонажем, если вы сюжетный режим играете, и ты просто получаешь ключевое слово в свой лист персонажа, и в конце от наличия или отсутствия каких-то ключевых слов... Ты обязан или не обязан делать какой-то выбор, да? Да, да, да. И там финальные события чуть-чуть меняются, прям совсем чуть-чуть. В дополнении прикрутили сбоку Exploration. Там, если в базовой игре шахта, это просто такой специальный планшет, куда выкладываются жетончики, и кто быстрее, тот... И кто быстрее, тот больше жетончиков успеет. В дополнении, вместо этой шахты выкладываются карточки, их можно там... вот карточкой из нее можно пойти направо, налево и вниз, и она тянется из колоды, и там может быть ничего, могут быть ресурсы, могут быть враги, могут быть какой-нибудь скилл-челлендж, типа перепрыгнуть через реку. Вот, в общем, Betrayal at the House on the Hill только прикрученный сбоку к Near and Far, по сути. Ну, в смысле, первая половина Betrayal. Непонятно, зачем это надо, но прикольно. Весело, да. Первое место Егора – Near and Far. Первое место от меня будет игра, которая, опять же, очень малоизвестна в России. Она была на Kickstarter, и после этого определенное количество коробок продавалось отдельно. Игра в первую очередь цепляет меня своей основной механикой. Потому что вот героические подвиги в Dungeon Crawler – это всегда очень круто. И круче Конона вряд ли кто-то в Dungeon Crawler сможет совершать эти подвиги. В игре есть очень… Игра называется «Конон». В игре есть очень много косяков. В частности, например, сам Конон гораздо круче всех остальных персонажей. Он сильнее, мощнее, все остальное. То есть там это выглядит как «Я играю Конону, поэтому вы идите со мной». Это игра с мастером. Игра сюжетная. Каждый отдельный сюжет будет рассказывать одно из приключений Конона. Каждое приключение на разное количество игроков. То есть, например, есть какие-то приключения на два игрока, где Конон, например, один играет против мастера только, он должен выбраться из таверны, пока его не повязали охранники. Есть на несколько игроков, где Конон с своими друзьями пытается спасти принцессу от варваров, пока не вернулась основная их войска стила и не перебила всех, кто находится в деревне. В игре офигительнейшая механика усталости. В частности, такого нет ни в одной другой игре. Потому что здесь у тебя есть специальные камушки, ну типа жетончики, считай. И они тебе лежат изначально в зоне, где ты не усталый. Когда ты за каждое действие, ты платишь эти камушки. И каждый ход ты восстановишь их определенное количество. То есть фактически ты можешь взять и в первый ход потратить все камушки. Но ты не прав. Такое есть в одной игре. Да, погоди, дальше расскажу тебе. Ты сейчас поймешь, в чем прикол. Ты можешь потратить сразу все камушки и потом стоять вот так вот просто. Отдышаться как бы, да, и пытаться... То есть, когда ты отдыхаешь, ты просто защищаешь столько, больше не можешь ничего делать. Или там просто потом в следующих ходах только ходить. И в эту же штуку добавляется еще следующий момент. Когда тебя бьют, ты переносишь эти камушки в третью зону, из которой они не восстанавливаются. То есть эти камушки усталости, заодно твоя жизненная сила. Это твои жизни. Соответственно, чем тебя больше режут, тем меньше сил ты можешь восстановить, потому что тебя бьют. Есть же игра, которая тебе очень не нравится. Dark Souls, там то же самое. Там не так. Там просто баланс плохой, поэтому там нет такого ощущения. Но механика-то та же самая. И меня в том числе это привлекло. И там вот второй момент, который есть. Как играет мастер. У мастера тоже есть эти камушки. Но ему они нужны для того, чтобы как можно чаще активировать, например, одних и тех же монстров. Более сильно. То есть, например, у него они раскладываются вот так вот в полосочку. Слева лежат те, кого активировать стоит один камушек. Когда ты его активировал, ты его перемещаешь в конец веки и все сдвигаешь сюда. Окей. Если ты захочешь активировать его еще, тебе надо будет взботить 6 камушков типа из серии. А отдыхает мастер гораздо реже. И при этом враги активируются группами. То есть, например, там зеленые, зеленые, варборы, меченосцы побежали. Ты их активировал, и они рядом с конным находятся. И вроде тебе бы хотелось бы их еще раз активировать, но тебе на это придется потратить 7 камней. А лучше так не делать, лучше активировать кого-то другого, чтобы они подбежали поближе к конному. В ней есть эксплорейшн. Минимальный, потому что поле изначально все открыто, и ты всю карту знаешь. Но эксплорейшн заключается в том, что там есть сундуки, например, с которых ты получаешь дополнительные предметы. И там очень круто сделано то, что каждый персонаж уникальный, индивидуальный, у него есть свои действия. То есть, например, он умеет ломать стены, пробивать их определенные. Там персонаж какой-то умеет колдовать, кто-то там умеет хорошо стрелять и так далее. Все они разные, дополняют друг друга. И игра построена таким образом, я в нее несколько раз играл, что все время очень на тоненького либо проигрывают, либо выигрывают игроки. Очень здорово сделано. Несмотря на то, что в ней есть реально косяки и с балансом правил, и с тем, что правила не очень понятно прописаны, и потом делали факи по этому поводу. Возможно, еще эта игра мне нравится, потому что сейчас на этой механике на основе выйдет Бэтмен в этом году, который обязательно, я же заказал вам, приедет. Но, в первую очередь, я не то что большой фанат самого Конна, мне просто очень понравилась вот эта вот механика усталости и мастера. Плюс там очень интересные сюжеты. Там у вас и бои на кораблях есть, когда два корабля, как в... Рома Костя. Рома Костя, да. Когда вы идете на абордаж другого корабля с одного корабля. И где вы в подземельях находите. И на открытых местностях. И врагов достаточно много. Там и легантские змеи, и гиены, и варвары, и некроманты. Все что-то хочешь, скелеты, как бы так далее. Фигурки неплохие, замыленные, конечно, немного. Ну, игра достаточно старая. И при этом дает огромное интересное впечатление именно от игрового процесса, потому что вам нужно не только двигаться на поле, но еще заниматься определенным менеджментом вот этих вот ресурсов. То есть, это единственная игра из твоего топа, в которой есть геймплей? Я к этому ввел тебя как раз. Нет, кстати, не единственная игра, где есть геймплей. Геймплей еще в Dungeons & Dragons Adventures был там, потому что ты тоже как бы модулируешься. Окей, окей. Ну вот. Во-первых, у вас улти есть. Короче, геймплей, в твоем понимании, в ней прям вот очень много. Потому что прям у тебя там много менеджмента. Итак, мое первое место. Conan. Настольная игра. Это был наш топ-5 данных ролеров. Надеюсь, вам понравился. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами были Егор и Юра про Geek Media. Чтобы подписаться, появится сейчас кнопочка. Субтитры сделал DimaTorzok